В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Две семьи в Самаре остались без крыши над головой. Пожар на улице лейтенанта Шмидт уничтожил два частных дома. Вне закона полсотни нелегалов из Узбекистана и Таджикистана отправили на родину. Все за покупками. Самара готовится к масштабной сельскохозяйственной ярмарке. Пожар в Самаре на улице лейтенанта Шмидт уничтожил два частных дома. Пламя разгорелось в четверг вечером. Чтобы его потушить, сотрудникам МЧС потребовалось полтора часа. Обошлось без жертв, но есть пострадавшие. Алина Чемерис, одной из первых, была на месте ЧП. Пожар начался примерно в половине пятого вечера. Горят два частных дома, сарай и баня. Пожарные работают в крайне сложных условиях. Воду приходится специально подвозить. Здесь, безводный район. Сейчас здесь находятся 12 пожарных расчетов, 70 человек личного состава. Локализовать огонь удалось почти через час. Пока сотрудники МЧС тушили пламя, взорвался газовый баллон. По предварительной версии, сначала загорелся один частный дом, затем пламя перекинулось на другой. В результате без жилья остались две семьи. Жертв нет. Людей спасло то, что когда начался пожар, они были на работе. Дома находилась лишь дочь Владимира Шевченко, Оксана. Беременная. Женщина, рассказывает ее отец, чудом успела выбежать, но все же получила ожоги. И то она вон-то обожгалась. Успела выскочить. Полыхнула сразу, говорит, прямо оттуда. Ветром постащила и все. И нахрен. И вот только вот успели вон за ворота выскочить. Сгорело все. Имущество, документы, деньги. Как все начиналось, видела соседка Людмила Мерешко. Она и вызвала пожарных. Вот с той стороны сразу заполыхало. Ну, строение, видимо, такое уже старое, деревянное. Мгновенно. Мы увидели, сразу позвонили к пожарникам. Сначала видела грохот, потом огромное пламя. Как люди остались без жилья. Я их, естественно, чем смогу, тем помогу. На улице лейтенанта Шмидта и на соседней профсоюзной сплошь частный сектор. Немного поодаль. Стройка. Возводят многоэтажку. По словам жителей, дома здесь полыхают не впервые. Люди считают пожары не случайны. Я сама на парковой бочке. Вот мой третий дом. Вот. Я не застрахована от поджога такого же, как подожгли вот эти дома. Их подожгли. Это явно сто процентов. Тут стоял один дом. Сгорел. Сгорела пожилая женщина, старушка. Потом сгорел второй дом. Там сгорел мужчина. Теперь сгорел третий. Теперь третий дом сгорел. И четвертый. Все по одной линии. Понимаете? Это же не может быть случайностью. Владельцы сгоревших домов намерены заново строиться. Хотят остаться жить на своей земле. Причины возгорания и нанесенный ущерб сейчас устанавливают специалисты. Алина Чемери с Артем Сулайманов. События. Поселок Крутые Ключи остался без воды. 11 августа в 7 вечера произошел порыв водопровода диаметром 300 мм на улице Мира. Силами сетевой организации была организована закольцовка по временной схеме. И части домов вернули водоснабжение. Сейчас на месте трудятся рабочие, которые должны устранить аварию. Мы связались с главным инженером управляющей компании, которая обслуживает поселок. На текущий момент воды нет. В 24 многоквартирных домах ведутся работы по замене участка трубы диаметром 300. Предположительный срок устранения аварии 20 часов сегодняшнего дня. Силами управляющей компании организован подвоз воды полерами. Полера, три машины перемещаются согласно звонков и заявок жителей. По необходимости будут заказаны машины в больших объемах. Большой автобус потребовался, чтобы вывезти из Самарской области почти полсотни нелегалов. Перед депортацией 40 граждан Узбекистана и 7 уроженцев Таджикистана, нарушившие миграционный учет, содержались в миграционном центре в Тольятти. Оттуда до железнодорожного вокзала в городе Уральс в Казахстане и сопровождали судебные приставы и инспектора ДПС. Всего за этот год из Самарской области судебные приставы выдворили уже около 500 иностранцев, нарушивших закон. Обычно депортация одного такого нарушителя на самолете обходится казне в 90 тысяч рублей. Чтобы снизить траты на этот раз, они будут добираться до родины на автобусах и поездах. А дорогу домой им оплатили представители национальных диаспор Самарской области. Нам было предложено начать выдворение, используя наземный транспорт автобусы. Этот путь, он менее затратный, позволит нам быстрее разгрузить спецучреждения и дать возможность нашим коллегам, сотрудникам полиции, более эффективно работать. Придали волшебное ускорение во дворе домов на улице Ратнера. Местные жители вскоре наконец-то смогут насладиться плодами благоустройства. В середине лета здесь начали хорошее дело – ремонт дорог. Но по непонятным причинам подрядчики все бросили, не сделав и половины. Жители обратились в райсовет депутатов, и дело сдвинулось с мертвой точки. Подробности выясняла Марина Матвейшина. Начали за здравие, кончили за упокой. С горечью смеются жители домов по улице Георгия Ратнера над ремонтом дороги в своем дворе. В середине лета сюда пришли рабочие, и бойко начали снимать асфальт и выкорчевывать старые бордюры. Люди обрадовались – наконец-то во дворе не будет ям. Однако на этом все и закончилось. Вот они вырыли бордюры, ямы остались, и по сути ничего не делали, они просто приходили. Вот так вот материал по сути своей не поставлялся быстро. Они приходились, сидели здесь весь день и что-то ждали. Жители обратились в районы Совета депутатов. Это подстегнуло подрядчиков к работе. И за три недели во дворе укрепили новые бордюры, отсыпали парковку и сделали одну дорожку. И работы вновь остановились. Председатель Советского Совета депутатов Владимир Иванов призывает подрядчиков к ответу. Ну ничего не изменилось. Три недели. Вот эта тропинка стала укатана. Мы сейчас ждем второй каток, чтобы катать не одним катком до повышения качества асфальта. Потому что, как практика показала, одного катка нам не хватает. А сейчас у него появится каток? И когда на выход? Сейчас на выходной все просто все не постараемся. Владимир Иванов обещает держать руку на пульсе. Для него дело чести. Помочь жителям решить проблему. Благо жители сейчас активные. Активизировались. Они вот звонят и говорят, тут не так, тут не так. Мы приезжаем, помогаем, подключаем администрацию, департамент. Двигается все. Все двигается. Встречи с жителями проходят регулярно. До тех пор, пока вопрос не будет решен полностью. Марина Матвеевична, Григорий Плешаков. События. Иск главы города о защите чести и достоинства к Михаилу Матвееву удовлетворен. Причиной для подачи заявления в суд стала публикация в блоге. В иске Олег Фурсов просил суд обязать Матвеева опубликовать текст подготовленного им опровержения. Кроме того, с Матвеева взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Начинать делать запасы на зиму самарцы могут уже в предстоящую субботу. На площади Куйбышева открывается ежегодная сельскохозяйственная ярмарка. В этом году площадь торговых мест увеличена в два раза. Их распределяли по новой системе. Как идет подготовка к открытию, увидела Лариса Шалафаст. Торговля на площади Куйбышева уже идет, но пока еще не в разгаре. Первыми свои места заняли местные производители. В этом году у них снова появилась возможность торговать машин. Предприниматели из Красноармейского района шанс не упустили и уже продают свежее мясо, фарш и пельмени собственного производства. Сейчас такая ситуация, что тяжело продвинуть свою продукцию, потому что торговые сети у нас все заняты. И вот в принципе крестьяне надо как-то пробиваться. И вот у нас такая вот возможность, и мы ее не упустили, мы здесь. Мясо, рыба, овощи и фрукты самарцы уже потянулись к торговым рядам делать запасы. Здесь товар можно купить, вот и мясо хорошее. Если деревенское мясо, оно берешь нормально. А то вот на рынке взяла, ходила, вот мне что мясо не понравилось, оно начала готовить, оно пахнет. Ну и картошку, и лук, и морковку тоже так же. Все берем здесь на ярмарке. Основная часть торговых мест традиционно оформлена в едином стиле. В этом году их 270. Также предусмотрены бесплатные точки для пенсионеров. Распределение мест в этом году проходило по новой системе. Места сейчас распределяются по дате подачи заявления. Раньше такого не было, что приводило к конфликтам. Мы надеемся, что самое главное это приведет к тому, что цены станут ниже, и жители станут покупать, будут покупать продукцию, прежде всего, качественную на этой ярмарке и по более низким ценам. Многие распродадут все за 2-3 недели, и появятся свободные палатки. Поэтому все, кто не попал в первый список, кто позднее подал заявку, он будет иметь право, так скажем, мы создали резерв определенный. И этим людям будем предлагать, чтобы места не стояли, и они отторговали. Ярмарка на площади Куйбышева будет работать каждые выходные с 9 утра до 6 часов вечера. Кроме того, еще 5 сельхозярмарок откроются в разных районах города. Точное место расположения можно узнать на официальном сайте администрации Самары. Лариса Шалафаст, Константин Головин, События. А теперь коротко о других темах дня. Сегодня утром в ДТП на трассе М-5 погибли два человека. Еще трое пострадали. 42-летний водитель Калины не справился с управлением и улетел в кювет. Машина перевернулась. От полученных травм две пассажирки, 36-летняя женщина и ее 10-месячная дочь, скончались на месте. Еще два пассажира, мальчики 13 и 9 лет, с травмами доставлены в ближайшую больницу. Предполагаемый виновник аварии был трезв и отказался от госпитализации. Ведется проверка. Мужчина, убивший трехлетнюю падчерицу, предстанет перед судом. По версии следствия, в январе 2016 года в промышленном районе Самары 27-летний мужчина, находясь у себя дома, умышленно нанес трехлетней дочери и его сожительнице несколько ударов, от которых девочка скончалась. Помимо этого, обвиняемый систематически избивал ребенка. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении директора управляющей компании номер 5 Вадима Гусева. По версии следствия, Гусев, будучи гендиректором с 2014 по 2015 год, получал от населения деньги за коммунальные услуги, но в ресурсоснабжающей организации их не перечислял. Средства он использовал предположительно по своему усмотрению. В итоге остались неоплаченными услуги в общей сложности более чем на 100 миллионов рублей. Чтобы все желающие смогли попасть на фестиваль «Жигулевская вишня», будут запущены дополнительные рейсы теплохода «Москва». Он будет ходить по маршруту Самара-Ширяева. Кроме того, в дополнительные рейсы по маршруту поляна имени Фрунзе-Ширяева выйдет скоростное судно «Ингерия-3». Напомним, праздник будет проходить в Ширяево в эти выходные с 12 по 14 августа. По прогнозам синоптиков, выходные в Самарской области будут жаркими, выше 30 градусов. В связи с этим сотрудники ГИБДД просят водителей быть предельно бдительными. Во время движения следует контролировать свое самочувствие. Планировать поездки на дальние расстояния только в утренние часы и после захода солнца. В жаркую погоду у многих людей появляется головокружение, вялость, сонливость. Необходимо брать с собой прохладительные напитки и в обязательном порядке аптечку. Ни в коем случае не оставлять детей в закрытом автомобиле. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. Поговорить о наболевшем. Губернатор Николай Меркушкин встретился с жителями Октябрьского района. Из баловства в искусство. Чемпионату мира Самару украсит граффити на футбольную тематику. Ягуар – не роскошь. В Самарском зоопарке пополнение. Актер Самарского драматического театра Андрей Ницветаев расскажет, как он познавал искусство пантомимы этим летом. Смотрите программу «Город С» в 19.30. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова